Добрый вечер. Это программа «Кому на Руси? Жить хорошо» и я ее ведущая Ирина Некрасова. Хочу представить гостя, которого давно ждала в студии, потому что ему есть что рассказать. Он очень хорошо знает про жизнь больших городов. Это Александр Викторович Кузьмин. Сейчас он занимается тем, что он учит студентов. Давайте вы сейчас скажете, что вы сейчас делаете. А я скажу, что Александр Викторович до 2012 года был главным архитектором города Москвы. И мы поговорим вообще о жизни больших городов. Ну что, если вспоминать про студентов, я первое, что всегда стараюсь сделать, чтобы студент-архитектор понял, что когда композитор пишет музыку, можно заткнуть уши и не слышать. Когда художник рисует картину, можно закрыть глаза. Если вышел фильм или спектакль, на него можно не пойти. Но если ты архитектор, и то же ты делаешь, не забывай, что круглосуточно там живут и существуют люди. И как они будут работать, как они будут отдыхать, и смогут ли отдыхать, и какой у них быт, это зависит от твоего профессионализма. Поэтому главное, все-таки я стараюсь, чтобы студенты понимали, что архитектура – это не просто форма, это не просто прикол, как сейчас есть такие хорошие слова, а это место обитания людей. От твоего профессионализма очень многое зависит. Ну это не только даже место обитания людей, потому что нужно как-то обустроить и пространство вокруг дома, да? Это тоже какие-то… Все, все, все. Среда жизнедеятельности. Да, 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 да. Причем никого не обидеть, жителей городов, их сложно с чем-то удивить, да, больших городов, особенно Москву. Вы-то Москву знаете хорошо, вы ее строили практически. Ну в принципе да. Да. В принципе да. Ну понимаете, Москва – это все-таки даже трудно сказать, что это город. Все-таки на это слово «мегаполис» подходит больше. Даже есть такое сейчас выражение «меганополисы». Ну может быть, я не знаю, я, честно говоря, не очень люблю новые слова. «Мегаполис» меня вполне устраивает. И здесь главное понимать, что административные границы – это не главное для города. Есть столичный регион, где есть, да, два субъекта федерации, которые называются Москва и Московская область. И отрезать москвичей от жителей Московской области невозможно. И одни, и другие – москвичи. И когда ты делаешь одно, ты всегда должен смотреть, а что происходит рядом. Ну, небольшой пример из своей собственной практики. Нам очень хотелось в свое время построить малолетажный район Куркино. Я помню. Построили, получали, да, получили даже премию правительства Российской Федерации. А потом появилось Куркино-2 через дорогу в 17-этажном исполнении, который сделала Московская область. Соответственно, все, что произошло, стало напоминать жизнь Лилии Путов рядом с Гулливерами. Поэтому здесь очень важна общая политика. Москва и Московская область – это единый градостроительный организм. И это надо всегда помнить, когда ты проектируешь. Нельзя отделить одно другом. Генпланы отделить можно. Но сначала надо проработать общую концепцию, а потом каждый работает на своей территории по общим правилам. Иначе будут постоянно проходить курьезы, которые будут, в общем-то, нарушать жизнедеятельность людей. Ну, мне кажется, что современный город, он не может оторвано от людей развиваться. Потому что у людей меняется вообще мировоззрение. Люди ездят в разные страны, видят, как там происходит жизнь городов. И, конечно, хочется какие-то формы, чтобы были и у тебя, что называется, в городе, чтобы ты мог этим пользоваться. Помните, сколько было копий сломано по поводу Москва-Сити? Но, тем не менее, вписался же этот... Ну, вы понимаете, на мой взгляд, есть Москва-Сити, нет Москва-Сити. Это вторично. Если мы обратимся в сторону Хабитата, есть такая международная организация, которая занимается развитием городов. Два года назад в Праге собирался европейский Хабитат. Я был там один из, как теперь это называется, модераторов. И могу сказать, что есть правила определенные для города, чем надо заниматься. И я считаю, мы должны придерживаться этих правил. Сейчас появилось новое слово, как раз на Хабитате. Это жизнеустойчивые города. Ведь раньше там Празилеон, Архитура и прочее. Город устойчивый должен быть, должен сам себя регулировать. И есть четыре постулата. Четыре постулата. Первый. Это места приложений труда. Если они инновационные, это еще лучше. Но когда их нет, города не существует. Вспомните моногорода и всю историю, которая произошла. Второе. Это инфраструктура. Опять же, чем она более зеленая, тем лучше. Чем она энергосберегающая, она лучше. И в данной ситуации второй вопрос, который для города должен быть решен. Третий вопрос. Это слово я немножко плохо выговариваю. Это противоположное эксклюзивному, инклюзивное, если не ошибаюсь, и безопасное. Один философ сказал, что в каждом городе есть другой город. Я хочу добавить, для каждого горожанина должен быть свой комфортный город. Мы все очень разные. И вот надо учитывать не мнение эксклюзива, а надо понять, что каждый должен найти свое место. И сейчас это очень важная проблема, например, в европейских городах. И четвертая составляющая – это управление городом. Начиная от генерального плата, проекта, планировки в моей профессии, сохранения памятников архитуры, сохранения объектов культуры, природный комплекс. В четвертой части там очень большой список, потому что и музеи, и многое-многое другое туда входит. Вот мне кажется, самое главное – это помнить туда четыре постулата. Потому что у нас очень часто в политике нашей, я имею в виду, ну так не будем говорить, в большой политике, в политике, которая связана с архитектурой, все-таки мы очень часто, как жители социализма, немножко ожидаем, что нам что-то дадут бесплатное. У нас вечно то доступное жилье, то почему-то нам всем детские сады надо построить, еще какой-то прорыв запущенный. Государство должно обеспечить работу. Есть работа, человек сам и жилье себе купит, и не возникнет вопроса ЖКХ, если у него есть свои деньги, ремонтировать свой дом. Поэтому я еще раз хочу, если взять мою любимую Москву, спасибо большое специалистам генерального плана 1935 года, которые умудрились второй вопрос решить сразу на несколько поколений вперед. Это инженерная система города. Мы ей пользуемся до сегодняшнего дня, когда еще научились экономить воду, то вопросы канализования и вопросы водоснабжения просто сняты и дальше вперед. Поэтому я считаю, что эти главные вопросы, и это вопрос, которым должно заниматься верх, все остальное должно решаться на местах. — Вот вы сейчас вспомнили слово «социалистическая структура», социализм, а у вас написано, что вы и советский, и российский архитектор. И поэтому вы можете, скажем так, сказать, что у вас есть свое какое-то представление о трансформации города. Ведь в какое-то время еще стояли трехэтажные дома в центре города. Я не имею в виду какие-то памятники архитектуры. Ну, то, что строилось после войны. И, естественно, что потом это подлежало замене. И вот как, на ваш взгляд, все-таки город же двигается вперед, да, в будущее. Он такой же большой, я не знаю, там, локомотив, у которого есть винтики, колесики, там, мотор. — Ну, я могу сказать, несмотря на то, что есть советский и российский архитектор, беда у города одна и та же. В свое время мы это называли лимитом, даже некоторых своих заграждан называли лимитчиками. Но то, что пока в Москве будет лучше, чем в других регионах, беда Москвы будет продолжаться. Как сбиты были все генеральные планы советские, именно увеличение численности населения, то же самое происходит и сейчас. Причем, если раньше проходило это подлозунги, в основном связанные с развитием промышленности, с развитием космоса, и там всегда были одни придуманные лозунги, сейчас, как бы, мы постоянно людей обеспечиваем жильем. Я немножко с улыбкой смотрю, потому что я, правда, был 16 лет главный архитектор Москвы, и вот за это время в Москве было построено 70 миллионов квадратных метров жилья, а обеспеченность одного москвича выросла в жилье на один квадратный метр. И при этом... Парадокс. Да, парадокс. Да, это не парадокс, просто численность Москвы в это время шагнула с 8 миллионов на 12. Давайте не забывать другое. Но это кого пересчитали. А? Это кого пересчитали. Как Козленок тут, да, из мультфильма. Да. Это дело в том, что, надо не забывать другое, что эти люди откуда-то снялись и откуда-то уехали. И вот я всегда сравниваю два века. Первый век это 20-й, второй, где мы сейчас находимся. Что с чем отличался 20-й век России? Это путь на восток. Начиная со Столыпинской реформы, через комсомольцев-добровольцев, через лагеря, не будем называть, всякое было в нашей истории, но это был целеустремленный путь на Дальний Восток. Целина, БАМ, мы можем вспомнить очень много. Военная эвакуация. Просто были такие крупные стройки. Военная эвакуация. И это была политика. А вот то, что произошло за последние 15 лет, это 4 миллиона человек опять перевалило в обратную сторону через Уральский хребет. То есть мы получаем, с одной стороны, в Москве и в ближнем под Москвой запланированный дискомфорт, а в тех регионах, откуда ушли люди, в смысле заброшенные производства, заброшенные города в некоторых случаях. Я считаю, это главная проблема, которая должна быть решена. Главная. Ну, даже Великая Отечественная война, она дала мощный толчок для развития городов, которые находились за Уралом. Просто мне рассказывали люди, что во время Великой Отечественной войны люди узнают, что такое радио. Радио, электричество, потому что приезжали инженеры, более продвинутые. Не будем брать войну, но в принципе это была политика. И как царская Россия пристала и пение, и то же самое происходило. Это был плюс. Это давало возможность расселения, освоения территории, а не просто использовать, знаете, как чужую территорию. Выкопать все, что есть, и ушел. Поэтому главная задача, которая есть, я считаю, что это сохранение существующей системы расселения. Она не просто так получилась. Вы знаете, я не люблю слово город по одной простой причине. У каждого города есть окружение. И вот для меня, если говорить про города, это сравнение, наверное, с солнечными системами. Вот условно город — это солнце, а вокруг есть планеты. А у планеты еще есть спутники. И у одного есть один спутник — Луна. А, например, у другого есть 67 спутников. Это Юпитер. И все вместе создают эту систему. И если ты не будешь смотреть всю эту систему, ты никогда правильно не построишь город. Город нельзя вырвать из окружения. Когда мы вырываем город из окружения, окружение начинает чахнуть. Поэтому я считаю, что в данной ситуации, когда мы работаем над системой расселения, мы должны не забывать ни один маленький спутник. Луна он называется, предположим, или Европа, как есть такое тоже. И так далее, и так далее. — Ну вот сейчас мэр Сергей Семенович Собинин в основном строит дороги. — Правильно делать. — Потому что действительно город стал в какой-то момент просто задыхаться от того, что трудно стало передвигаться. — Ну я могу следующее сказать. У каждого мэра и у каждого главного архитектора есть своя стезя, есть свое время, которое... Я вообще считаю, что в Москве очень на мэров везло. Мне удалось поработать при пяти мэрах. И я могу вам честно про каждого сказать. Это было лучшее из своего времени. И Промыслов, и Сайкин, и Попов. Пускай очень короткий период он был, но он вовремя повернул выключателя. Лужков, Собянин. Каждого мэра есть свое время. Наше время, когда мы, извините, из большого провинциального города, вспомните его в 90-е годы, должны были сделать современный мегаполис. Мы это сделали. Но мы его сделали с недостатками современного мегаполиса, в первую очередь транспорт. Сергей Семенович очень четко нашел ту стезю, где надо работать, и ударил по этой слабой точке города, которую мы не успели сделать. Надо сказать, не только он один. Вот бывший губернатор, теперь уже Новгородской области, ну, Великий Новгород, да, Митин. Например, это, будем говорить, не богатый регион. Но он практически все деньги тоже отправлял в инфраструктуру. Это, конечно, не метро. Но он всегда говорил, если я не могу обеспечить в маленьких городах места приложения труда, то я обеспечу дорогу, которая позволит, не бросая жилье в своем любимом месте, доезжать до Новгорода и работать без всяких проблем. Я вообще считаю, что вот есть три вопроса. Первый вопрос, я уже сказал, это места приложения труда. Второе, в некоторых случаях дается компенсация этому вопросу, это связанность. И она для нашей страны очень важна, начиная от местной авиации и кончая хорошими дорогами, хорошими электричками и так далее. Это вопрос номер один или два, как угодно. И третье, это соблюдение образа жизни, который хочет получить человек. Мы не имеем права его обманывать, а мы этим занимаемся постоянно. Вот я вам говорил, да, вот такой приведу, опять же, пример, да, 90-е годы. Некоторые люди стали богатыми людьми или средним классом. Им захотелось поменять образ жизни, им захотелось сбросить свои пятиэтажки, свои многоэтажные дома. Они вышли за МКАД, законно, на официальном, да, разрешении получив, построили себе коттеджные поселки. Так, как сказали. Прошло 10 лет, и рядом появились 17-е этажные дома. Понимаете, в данной ситуации мы не гарантируем образ жизни, который человек хочет и до которого он сам заработал. Это очень страшная вещь. И нет хорошего дома. В свое время, значит, был такой главный архитектор Макаревич, я очень любил, но доведенный в свое время панелями до сумасшествия, он выдал такую фразу архитектора, мы должны с вами придумать такую панель, с помощью которой из чистой совести мы всю Москву сможем застроить. Нет хорошего вида жилья. Каждый человек, выбирайте жилье. Кто-то хочет жить в деревне, кто-то хочет жить в малоэтажке. Кого-то вполне устраивают панельные дома, потому что он весь в себе, и для него компьютер, это все. Извините, кому-то нравится жить в Москва-Сити, а это совсем другой образ жизни. Это образ жизни по вертикали. Понимаете, да? Мне кажется, что это такая философия у людей. Просто люди не будут селиться в таких домах, если они... Нет, первое, у каждого свой город. У каждого свой город. И мало того, прошли эти времена, когда мы, строя квартиру, знали, что в ней потом будут жить дети, потом внуки. Я считаю, мы сейчас вполне... Ну, я даже, если возьму себя, я помню, когда я еще был молодой архитектор, у меня были первые встречи с прессой, ну, начальник мастерской, был главной института, меня даже называли человек асфальта. Потому что у меня до этой природы было, вот то, что Арбат, Кривоарбатский период, это меня вполне устраивало, даже коммуналка. Коммуналка на Арбате меня устраивала намного больше, чем отдельная квартира. Потом появились дети, соответствовали их ребенок, да, Сашенька. Сразу возникли другие вопросы. Уже нужна была квартира. А сейчас, извините, я переехал в загород. И не от того, что... Да, я просто стал другой. Мне сейчас совсем нужно другое для жизни. Мне один очень обеспеченный человек сказал, что я уже давно переехала из подъезда. Да, правильно, очень хорошая очень фраза. И здесь надо понимать, мы должны нашим гражданам, мы профессионалы, должны предоставить спектр возможных образов жизни. И никогда их не нарушать. Ну, а как вы думаете, вот возможно достичь такого результата? Конечно, элементарно. Значит, я считаю, единственное, что может влиять в нашей стране, это законодательство. Я приведу вам, если можно положительные примеры из своей собственной жизни. В свое время очень мы опасались за зеленые клинии Москвы. Очень опасались за зеленые клинии Москвы, потому что у строителей есть такой менталитет. Если дерево растет, это лес. А если поляну, ее можно застроить. И понимая то, что если мы застраиваем поляну, лес организует следующую новую поляну. Понимаете? То есть происходит определенный зверь. И мы сделали закон об особо охраняемых природных территорий Москвы. Я, еще раз повторяю, за все годы Москве, а я в Москве 38 лет проработал, в последний период одно было нарушение. Было два нарушения в Битце. Один инвестор захотел построить кафе в Битцевском парке. Народ вышел, его снисали. И он ничего не мог сделать, это шерен закон. Одно дело нарушить, не знаю, распоряжение мэра, а когда связано с законодательством, другое. С нами можно работать только с помощью законодательства. И закон должен быть четко. Есть зонирование градостроительное, где четко должно прописано. В этой зоне этажность не выше двух этажей, здесь до пяти, здесь, пожалуйста, строите. И так далее. И в общем-то, это работает во всем мире. Не думайте, что все такие дисциплинированные. Поэтому здесь, я считаю, на законодательном уровне эти вопросы спокойно надо решить. А если это сейчас например Московская область или например Новая Москва, на это не пойдет. Если не введет режимы, которые сейчас я знаю генеральный план Москвы, мой их вступный, извините, скажу так, корректируются, в первую очередь, в связи с тем, что Москва выросла. По-моему, даже до сих пор не принято еще. Не принято еще, да, я в курсе, потому что мы делали для новой редакции академию, я возглавляю академию архитектуры, мы делали как раз раздел агломерации, Московской агломерации. Это обязательно нужно сделать, потому что, понимаете, вот условно говоря, даже Московская область, почему я сказал, зону запланированного дискомфорта, жилье устроим, детские сады забываем, Воробьев очень старается, ничего не могу сказать. Дороги. Дороги, а дороги где? А инженерия, сколько вы знаете домов построенных без инженерия. А гладила пятной 17-этажное разрастается, его надо ограничивать. Не дай бог, ну вы понимаете, что для такого города, как Можайск, например, один 17-этажный дом ломает все построение города. Я уже не говорю, не дай бог, Зарайская или Коломна, святые города для любого русского человека. Поэтому здесь методы есть, они известны, они международны. Ну, каким образом вообще архитекторы влияют на развитие городов? Как-то можно корректировать? Ну, первое, если можно, я начну опять же с образования. Вот меня немножко, сейчас вы знаете, мы перешли на Болонскую систему, или как она правильно произносится, на слово, я думаю, все-таки от города итальянского названия, да, а не от определенной породы. Вот, я очень настороженно к этому отношусь, вот у меня сейчас студенты, понимаете, все меньше и меньше людей, которые умеют рисовать города. У нас сейчас много урбанистов, они говорят, это надо развивать направо, это налево, это правильно, главное дело, главное дело креатив, понимаете, да, я очень тоже не люблю теперь это слово, как-то предпочитаю слово творческий, вот, потому что я думаю, в свое время, через какое-то время слово креативное будет ругательное, типа, обозначать что-то непрофессиональное, вот, город надо уметь рисовать, для того, чтобы машина правильно повернула на улице, чтобы остановка была на том месте, где удобно людям, чтобы можно было пройти удобно в школу, города надо уметь рисовать, вот это первое, к сожалению, профессионализм нынешних людей, мне кажется, так нужно мыслить даже, мыслить само собой, мыслить, вначале мыслить, но надо еще уметь рисовать, надо быть элементарным профессионалом, чтобы было удобно в городе, а мыслить надо всегда, я вообще считаю, что когда ты приходишь на территорию, где бы ты ни проектировал, ты должен знать эту территорию лучше, чем местные жители, лучше, чем местные жители, ты должен знать все, от а до я, даже то, что не знает он, иначе, во-первых, ты не станешь своим, а это очень важно, во-вторых, ты не поймешь, что свято на этой территории, ведь в городостроительстве, я считаю, сейчас все немножко поломалось, но в принципе должна существовать презумпция невиновности, все, что можно делать, что нельзя, то нельзя, поэтому в первую очередь городостроительство сегодняшнее, это не так, не говорить о том, что площадь должна быть круглая или квадратная, это решать на последующей стадии, а надо сказать, что можно, а что нельзя, и правила игры должны быть очень хорошие, мы в основном что делаем, мы определяем зону, о том, как бы люди не знают, ну например, появилось понятие исторический город, я уже не говорю, что это за список из 31 города, как они попали, и почему, например, Зарайск не является историческим, где там полностью все сохранено, и масштаб, и так далее, это уже на совести Минкультура, что называется, но дело другое, ведь разрабатывать с границы исторического города, но извините, кроме памятников архитектуры, на этой территории есть еще люди, это жители, а их кроме этого еще бизнес там должен развиваться, извините, но должны работать ЖКХ, И они хотят жить в развалюхах, первое, должны быть четко прописаны правила, и по идее правила должны давать плюсы, а не минусы, пока, когда мы просто наносим границу, люди попадают в минусы, это нельзя, это нельзя, нельзя, еще куча людей, которые ходят и зарабатывают на этом, поэтому наша беда, что мы никогда не даем правила игры, то есть, даже как, извините, сначала, когда вышло новое законодательство про генеральный план, появилась такая, как план реализации, потом поняли, что это очень трудно сделать в наших условиях, и это просто убрали составляющую, вот, поэтому, знаете, вот у нас очень часто генеральный план бывает, как хорошие картинки, но как к нему дойти, практически неизвестно, он всегда стоит на линии горизонта, да, ты идешь, он удаляется и так далее, и так далее, еще раз повторяю, вот, однозначно, в первую очередь, правила игры на территории это есть градостроительство, продуманные, разумные, где что можно строить, в каком объеме, какой этажности, и увязано все вместе, вот эта вся штука, для этого очень хорошо надо знать город и территорию. Ну вот как новая Москва, да, она новая Москва, но ее все равно нужно интегрировать именно вот в Москву, да? Ну, ее интегрировать, не дай бог, вот не дай бог ее интегрировать. Ну вот она же все равно есть. Еще раз, я сам начал с того, границу администрации можно провести как угодно, извините, у нас есть, например, да, там какая-нибудь 37-я параллель, которая по прямой отделяет Северную Корею от Южной Кореи, это не значит, что речки, начинают течь вдоль этой самой речки. Есть московский регион и политика, и она общая. И от того, что, извините меня, например, в дальнем поясе новой Москвы и в дальнем поясе в московской области параллель игры должны быть одинаковые. Там главное, это природа. Там главное, сохранение образа жизни традиционного. А если туда уйти, извините, там с 17 этажками, какая разница? Но ведь они туда придут, все равно. Ну, если придут, значит, это глупость, значит, это неуважение к своим жителям, это значит, ты не выполняешь главный закон, главный закон нашей страны Конституцию. Ведь если вы откроете Конституцию, седьмую статью, вы увидите, что главное, это оказывается, может, социальное государство, там прямо там написано, социальное государство. А дальше главная цель всех, и чиновника, и банкира, и архитектора, это улучшение качества жизни людей. В понимании архитектуры это улучшение среды обитания для качества, для жизни. И оправдываться здесь уже потом бессмысленно. Глупость, она всегда, знаете, я могу что сказать, что хорошее забывательство бывает, оно становится привычным. Вот хорошее, если ты сделал, и оно вписалось, оно становится привычным, тебя хвалять не будет. А глупость, она видна на века. Александр Викторович, ну, не секрет, что Собянин сделал такой вообще огромный прорыв, когда открыл Московскую кольцевую дорогу. Я считаю, что это прорыв, прорывной проект. Но я читала, что вы были, скажем так, идейным вдохновителем еще много-много лет назад. Ну, не обязательно я, не люблю. Я считаю, что градостроительство это коллективный труд. Был институт генерального плана, где я был главный архитектор, где был главный инженер, был замечательный. Да, если вы откроете документы, градостроительства, например, в 1971 году, это не рассматривалось. Да, она была как грузовая, потому что по генеральному плану вокруг нее располагались промышленные зоны, и, в общем-то, перевозить скорее нужно было там грузы, чем людей. Когда пришло новое время, когда промышленность стала уходить, вплоть до ЗИЛа, вплоть до ЗИЛа, то, соответственно, возникла идея использовать ее как пассажирские. Я очень благодарен Сергею Семеновичу, что он так лихо, одномоментно решил этот вопрос, потому что это замкнутый контур пассажирского транспорта, где не надо было сносить чего-то, изымать. Он был готов, надо было договориться с РАУЖД и запустить поезда. Поэтому, да, это созрело намного раньше. Это где-то приблизительно 99-98 год, когда впервые появилась эта идея. Ну, я очень рад. А вот раньше Москва была все-таки еще таким промышленным центром. Очень много заводов, которые сейчас вообще, ну, какие-то исчезли, потому что исчезла в них необходимость, а какие-то просто выехали из Москвы в другие регионы. Как вы считаете, это ведь правильно? Ну, вы понимаете, здесь опять же нет однозначного ответа. В каких-то случаях правильно. Извините, да, мы потеряли идею, вспомните, как Юрий Михайлович за него бился, то Бычков каких-то придумал, и так далее. Но давайте посмотрим на мировые тенденции вести троян. Тоже выехал из Парижа. Просто, когда начинаются сравниваться вопросы цены на землю, да, какое имущество, плюс, ну, и так далее, и так далее, то сами эти вопросы по себе происходят. То, что некоторые предприятия должны были покинуть Москву, это однозначно. Но вообще закрывать производственный сектор, конечно, нельзя. Это должны быть современные предприятия. Ну, давайте так сразу. Не бывает так, что, например, в каком-то городе все жили люди с высшим образованием. Во-первых, это места приложения труда. Во-вторых, есть местная промышленность, которая имеет право существовать. Да, это и пищевая промышленность, обработка, и многое-многое другое. Поэтому я боюсь, чтобы здесь не было перебора. Я очень боюсь, чтобы не было перебора. А то, что произошло, во многих случаях, это просто, это есть логика городостроительства. Ее надо понимать, и ей надо следовать. Ну, как к архитектору хочу обратиться с таким вопросом. Очень много парков были не такие, ну, запущенные, да, еще когда-то. Ну, руки не доходили, там, не знаю, по каким причинам. а сейчас они все-таки приходят в такой современный вид, и вот как архитектор... Современный вид, вот вы знаете, я боюсь этого слова, я очень боюсь слова стандарта, и многое другое. Вы понимаете, я родился в парковом районе, можно сказать, я родился в Сокольниках. Вот. И я считаю, что то, что делается, и слова должны совпадать. Например, плитка в Сокольниках для меня это ликвидация парка. Вот то, что произошло. Ведь он у нас называется природно-исторический парк Сокольники. Посмотрите картину Левитана. Помните, там дама идет в теплое, там аллея Сокольническая. Там это целый мир, как любой парк. И надо этот мир понимать. Извините, я привык, что в Сокольниках после дождя дорожки должны быть красные. Это битый кирпич. Ну, так, знаете, что интересно? Этот битый кирпич с песком лежал, проезжал грузовик и вмятины не оставлял. И никогда луж не было. Это умение, да, садовник, это умение профессионала содержать эти дорожки. Поэтому, извините, футбольные поля тоже иногда траву, да, траву меняют на искусственную. Говорят, правда, футболисты играют очень тяжело, если упадешь в весь бок. Да, вот. Меня немножко вот это как раз суета с благоустройством настораживает, потому что в этот момент мы теряем своеобразие от зеленых территорий. Поэтому, я считаю, что здесь немножко было бы, если притормозили в Москве, и немножко, это было бы хорошо. А то же сделали молодцы. Опять же, я говорю, хорошо, что обратили молодцы, но надо знать место. От незнания, вы знаете, знал ты или не знал, но сделан не так, в общем-то, людям-то без разницы. Это было специально сделано, извините, случайно я не хотел. Поэтому, здесь вопрос, не очень такой однозначный. Подрастает молодое поколение архитекторов. Вы на них смотрите, вы их воспитываете, вы вообще кого видите в этих молодых? Ну, вы понимаете, давайте так, подрастают не архитекторы, а подрастает поколение. Поколение. И кто-то из этого поколения пытается стать архитектором. Я хотел сказать, ну, вы знаете, я для себя какую-то сделал такую градацию поколений, не будем сейчас про это, но я, например, отношусь к поколению циников. Вот для себя я четко знаю, что я отношусь к поколению. А сейчас появилось поколение тефлона. Тефлоновых таких детишек, очень красивых, над которых отлетает все, что можно, ничего не прилипает к ним, ни хорошее, ни плохое. Вот я пытаюсь, чтобы они не совсем тефлоновые были те дети, которые попадают мне в руки, чтобы они помнили, что есть история, что были кто-то для них люди, которые сделали неплохо, что нельзя брать один к одному со стороны, что надо знать свой город, любить его надо. А если приходишь в чужой город проектировать, ты должен его знать, а не нести, например, западные ценности по всей Российской Федерации. Вот я как раз хотела сказать, что у нас все-таки есть своя ментальность, да? Однозначно. Я сторонник разных цивилизаций, не знаю, я сторонник Освальда Шпинглера, наверное, я сегодня как раз лекцию читал студентам, вот утром как раз, что цивилизация разная, что у людей разная история, что бывает. И когда ты это знаешь, я всегда очень хочу, чтобы дети это знали, потому что то, что происходит для, например, сегодня на Украине, для тебя это не сюрприз. Да, а это просто то, что должно было быть, исходя из исторической правды. Но тем не менее, вот, как сказать, история русской архитектуры, она же принесла в мир не только вот русских архитекторов. Приезжали к нам и итальянские архитекторы строили. Ну, понимаете, как раз я сегодня тоже об этом студентам рассказывал, да, про великого... Ну, они как-то пытались все-таки привязаться. Понимаете, в чем дело? Опять же, я сегодня как раз рассказывал про великого русского архитектора Аристотеля Фиарабантия. Ведь он родился в Болонии, в Папской области, где, если вы посмотрите на архитектуру Болонии, это совершенно... это совсем другой мир. И, ну, когда приехали Аристотель сюда, да, он сначала съездил во Владимир, посмотрел соборы, потом добрался до Новгорода вместе с Иватом III, когда шло завоевание Новгородской земли, и создал Успенский собор. Единственное, в Кремле Московском, единственное, что он взял из своей родины, он нас научил делать прочный кирпич. И Успенский собор собран из нового материала, а не из белого камня. Но стилистику он почувствовал в местных. Я говорю, он приехал не завоевывать, он приехал понять. Еще древние говорили, да, когда ты приходишь, чешую территорию, внимательно наблюдай и соблюдай обряды. Не помню, кто ты из... А Усофокла это? Усофокла, да? И соблюдая обряды. Тем не менее, истина есть в этом. Да, да, это однозначно. Потому что я вообще смеюсь всегда. Я еще когда был главный архитект, меня спрашивали, что я говорю, как вы относитесь к тому, что приезжает Фостер, и может быть, он ничего не построит. Я говорю, ребята, я замечательно, помню, с ним работали. Я всегда говорил, ребята, а вас устраивает великий русский архитектор Феоробантия, великий русский архитектор Росси, великий русский архитектор Бавея и так далее, и так далее. Здесь нет национальности. Есть люди, которые предносили что-то новое, да, есть люди, которые внимательно смотрели на историю, они великие, без национальности. И вообще, из того поколения, а то, что национальности есть, очень давно узнал где-то, когда в архитурный институт пришел, что есть и национальности, потому что, не знаю, для нас это просто не существовало. У нас было всегда две национальности всего, хороший пацан и плохой пацан, вот и все. Ну, вообще, я хочу сказать, что вы же не родились архитектором. Нет, я случайно стал архитектором. Но, тем не менее, вам удалось еще много сделать, вообще каких-то внедрить своих идей в города. Я не знаю, мне это нравится, это моя жизнь. Я сейчас продолжаю работать, немножко поработал для Калининграда и для Иркутска, для Сергеева Посад. С детьми мы сейчас проектируем подмосковные города. А вот когда вы работали в тех городах, вам хотелось что-нибудь такое, ну, внедрить какой-то московский опыт? Нет, мне кажется, например, в Калининграде больше всего раздражает то, что там происходит третий раз смена идеологии. Причем каждый раз она понятна, но это, честно говоря, очень раздражает. Ну, потому что сначала из немецкого города была установка сделать советский город, а теперь из советского сделать русский город. Поэтому, когда, знаете, там, да, сначала главный в городе это замок и костюм, потом недостроенный до сегодняшнего дня дом совета, а теперь кафедральный собор, будем говорить, в старо-русском стиле, ну, есть вопросы, есть вопросы. Вот такой дерганный стал городок сейчас. Я очень люблю Калининград, я очень люблю, я просто правда так получился, я очень его люблю, не могу туда не съездить раз в год хотя бы. А про Иркутск это вообще отдельная тема, мне кажется. Иркутск, ну, понимаете, вот каждый город надо посмотреть свое. Сейчас больше всего я, правда, занимаюсь уральскими городами, но Иркутск, вы знаете, города, они можно классифицировать, надо понять смысл, как город появился. Есть города персейного типа, это русские города-крепости, это Москва, которая дошла все уровни, четыре уровня развития персейных городов, есть Новгород, у которого три стадии, есть Псков, у которого есть только две части, это сам, да, Детинец и Дамонтов город, и вдруг, я тоже не все знаю, да, и оказывается, вдруг я только понимаю, что на Урале, Верхотуре, это тоже персейный город, это тоже персейный город, почему на севере Урала, там легко было проходить реками, да, Волок был маленький, это тоже город-крепость русского типа, а сам, например, Екатеринбург или замечательный город Белимбай, это городозаводские поселения, там в основе заводов, а с другой стороны, есть города колониального типа, причем они одинаковые, и после римских легионов, они так точно такие же, как завоеватели, кто был в поисках Эльдорадо в Латинской Америке, или наши казаки, казаки, которые шли на восток, это когда или римский лагерь в основе города, или форт, или восток, как это вот называлось у нас, и вот как раз Иркутск, это как раз тот город нашего движения на восток, где в основе надо знать вот эти самые завязки, понимаешь эти завязки, начинаешь понимать город, вот, а есть прибрежные города, и многие-многие другие у них, вот надо поднять эту штучку. Тогда очень вкусно, например, становится. А вот сейчас, ну, в советское время прямо вот строились отдельные города, да, в силу разных причин, сейчас можно, наверное, ну, таким назвать только вот восточный, да, город, потому что там космодром, там развивается, да, да, да. А вообще, как вы думаете, есть вообще перспективы развития, ну, строительства прямо целых городов на Дальнем Востоке? Еще раз, я считаю, я не буду говорить о национальности, да, говорить, но есть такая одна национальность, которая не имеет постоянного места жительства, они постоянно кочуют, да, и там был такой анекдот представителям этой национальности, которые выходят утром по утру, так, пузо почесал, посмотрел, дети в нерезье играют, он говорит, этих помыть или новых наделать. Вот я знаю, у нас столько сейчас немытых детей, давайте приведем их в порядок, а потом будем строить. Космодром это другая ситуация, это точная задача, которую нужно было решить, чтобы был космодром на своей территории, а не даже не в дружественном государстве, это другая задача, и такие задачи заводят, они должны быть точные. У нас есть сложившиеся образования, меня очень напугало в свое время, не помню, чья там идея была, создать, они сейчас продолжают, мы очень часто в лоб понимаем, понимаете, мы аллегории не чувствуем. Вот сейчас экономические точки роста 20 штук, хотя нет, пускай они будут, извините за слово, экономические, но это не значит, это качественное, а не количественное. А когда кто-то сказал, что нам надо выбрать 20 или 30 городов, довести их до 3 миллионов, каждый, делать их хорошими, качественными, вы представляете, берем 20, ну Москву с Питером отбросим и сразу, значит, берем 20, умножаем на 2, 40 миллионов, да, то есть там, ну, на миллион даже, 20, это что мы предлагаем, чтобы 20 миллионов людей покинули свои селы, чтобы покинули свои маленькие городка и приехали и испортили Иркутск, или, например, извините, чтобы испортили тот же Екатеринбург, который прекрасный, замечательный город, который полтора миллиона, которые там проживают, это город, понимаете, это город. В общем, поэтому здесь еще раз повторяю. Ну, и это же маленькие районные городки, да. Чудесные, Зарайск, я вот не знаю, например, ведь опять же, надо понимать, вот Зарайск, потрясающий город, это люди, ведь, ну, потрясающий город и только по истории, но и по своему, это огородники же, это огородники Голубкина оттуда, да, скульптора, дочка огородницы, это домоседы, хотя Москва рядом, а колонна всего-навсего там, рядом она, да, за 20 минут на машине решает совсем другой город, он на трассе стоит, он на реке стоит, и АК рядом, и Москва-река рядом, дед распрет, а Зарайск оказался в стороне, вот я не знаю, верить, не верить, но мне один местный сказал, Александрович, вечером не ходите, пожалуйста, к Кремлю, мы туристов не любим, вечером им морду бьют около Кремля, но с другой стороны, тоже это прелесть, правда, такая ситуация. А вот беда-то в чем случилось в Зарайске, там было одно производство было, на котором работал весь город, его не стало, а ведь как легко решить-то вопрос, да, или бизнесмен какого-то, знаете, умеют же как-то вдохновить даже очень крупного бизнесмена построить на свои деньги стадион. Ну, умеют у нас вдохновлять, если надо, людей, ну, почему не сказать, какого-нибудь, слушай, друг, ну, подумай, предприятие в Зарайске, люди там с руками, с головами, очень такие чувствительные. Ну, вообще, Путин дал конкретное задание, привести города в порядок. Что значит привести в порядок? Значит, еще, я не могу, да, что Путин сказал, да, он умница, я не спорить не собираюсь, но после того, как он сказал, сейчас должно быть много действий. Да, естественно, да. Что, плитку что-нибудь положить, а внизу оставить гнилые коммуникации? Нет, почему? Ну, сейчас борются с ветхим жильем. Еще раз я повторяю, это не может быть, это не может быть операцией по захвату, там, не знаю, там, форта. Это должно быть, это должно быть каждый день. Ведь беда-то наша в чем? Мы к праздникам всегда очень хорошо готовимся, у нас лучшие в мире праздники, у нас лучшие, не знаю, олимпиады, у нас лучшие, там, не знаю, как они, там, Евровидения. И так, нам научиться жить нормально каждый день. Вот все, что сказал Путин Владимирович, извините, это инструкция на всю жизнь, а не на какой-то период времени. Город нельзя рывком делать, его можно построить рывком. Ведь у нас до сих пор же еще в менталитете, да, строитель-спаситель, да, главный момент это разрезание ленточки, когда дом построен. А потом это ЖКХ называется. Это уже ЖКХ, это к стройке никакого отношения не имеет. Как ты построил, так и будет такой ЖКХ. Да, поэтому тоже сейчас Минстрой начал говорить про жизненный цикл здания, вот это совершенно правильно. И жизненный цикл территории, да, города, а это может быть сто лет, тысяча лет. И что, мы будем рывками что-то решать? Нет, а вам не кажется, что как раз сейчас архитекторы должны сказать вот свое слово? Потому что, естественно, что благоустройством городов будут заниматься чиновники. Но, тем не менее, есть... Ну, я, можно я не буду эту тему говорить? А, хорошо, да. Ну, просто поймите, я немножко в стороне сейчас... Я не хочу просто на эту тему, ладно? Ну, просто маленькие города... Я одно могу сказать, дорогие друзья, не кладите дорогую плитку по гнилым инженерным коммуникациям. Через год вы будете это ломать. Это просто предупреждаю. Вижу примеры. Понятно. Ну, у нас вообще осталось 9, 8, 7 секунд до конца эфира. Я хочу, чтобы вы сказали что-то такое позитивное. А я все позитивное, мне кажется, говорю. Я все говорю позитивное. Будем строить новые города в России. Я еще раз повторяю. Давайте разберемся с тем, что у нас есть на сегодняшний день. Давайте не делить города на новые старые. Сегодняшний новый город завтра будет старый. Если изначально в нем не будут заложены те моменты, которые должны быть заложены в нормальном городе. Александр Викторович, спасибо вам огромное, что вы пришли. Рассказали много интересного. И я прощаюсь до следующей среды. Спасибо. До свидания. До свидания.